Мы в аэропорту, в Нуково. Мы стояли в очереди на регистрацию два часа. Мы стояли на стойку номер 92 авиакомпании России. Туда стоял еще Ларнака, Сочи и вот Анталия. Когда мы подошли к очереди, через час стояния в очереди, они закрыли эту стойку и сказали, идите на 72-ю. И мы пошли на 72-ю и стояли там еще один час. В общем, авиакомпания России редиски, нехорошие люди. Из-за них два часа, вместо того, чтобы ходить по дьюти-фришной этой самой, как это называется, по чистой зоне, мы стояли на своих двоих. Слушали крики детей, маты возмущенных соотечественников. И с нами никого не разговаривала. А, там еще ходили, объявляли. Ходила, там ты как бы стоишь. А еще весь прикол в том, что очередь на стойке 91-101, она совмещалась в какой-то момент с очередью на 87-97. И надо было понять, что вот самый крайний хвост, это одна очередь, а нам надо пройти чуть-чуть вперед. Однако это никак не помогло нам пройти очередь быстрее. Мы стояли там один час. И какие-то женщины, вместо того, чтобы объявить по громкой связи, они ходили и из дальнего угла кричали. Там, Сочи! Типа, перейдите в другое окно. Да-да, это непобитый движок. Какой движок? Вот двигатель может. А, да, в новостях писали, сегодня была ужасная гроза, и один самолет, в фюзеляж ему попала молния. Точнее, двум. Что-то там расплавилось, но они нормально сели во Внуково. Внуково даже сегодня вроде бы не отменяло рейсы. В итоге, о том, что надо занимать очередь в другие стойки, а не в 92-ю, мы узнали, когда 92-я сказала, я больше не работаю, все. И вся очередь, которая стояла, человек 100, пошла искать. А кто работает? Авиакомпания Россия. Это очень интересные люди, оригинальные. Мы присели, посидим здесь. Там что-то битком весь аэропорт полно. Какие желтые? Желтые люди, да. Это работники. В общем, в связи с тем, что авиакомпания Россия мариновала нас 2 часа в 92-ю стойку, а потом в 72-ю, в 73-ю. В общем, 2 часа мы потратили на очередь регистрации. В итоге время 4.32, а запускать начнут в 5.10. Соответственно, нам осталось, ну, можно сказать, полчаса. Через полчаса мы уже пойдем запускаться на самолет, чтобы лететь в Анталию. Там у меня ноги устали стоять. Это невозможно. Зачем они так делают? Причем, когда мы стояли, там 3 рейса регистрировалось, и работали только 3 свободных кассы. А потом, когда через час они чухнули, что что-то людей много, наверное. И не могли сказать по громкой связи. Какая-то женщина что-то ходила, орала, ее никто не слышал. Потом в итоге выяснилось, что все закрылось. И уже там, наверное, открылась касс, наверное, 10. И все равно и в эти 10 касс еще стоял час весь народ. Логистика зашибись. Ага, запись пошла. Самое сложное в очереди – это не начать орать. Там орали многие на децибелах. Говорят, эй, Белобрысый, почему так долго? Белобрысый не реагировал. Белобрысый очень долго заполнял какие-то документы. Ну, в общем, на одного человека они тратили 15 минут. И что? 10 – это мы с вами засекли на ту тетку. А до этого они тратили по 15 минут на одного человека. И в 92-ю стойку, и в 72-ю. Ничего не изменилось от того, что мы перешли. И в 93-ю стойку, и в 93-ю стойку, и в 93-ю. И в 93-ю стойку, и в 93-ю стойку, и в 93-ю. Вряд ли мы полетим на этом самолете как тигр. Там, скорее всего, полетим на том, который с красным хвостом. Эта очередь, в конец которой мы сейчас опять встанем. Сейчас, наверное, нас объявят. Ну-ка, слушаем. Мы начинаем запасах на рейс 58, 59. Да, это мы. Я теперь номера рейсов запоминаю. А то будут пытать. А я теперь знаю. 58, 59 – это мы. Сейчас побежим. Мы все-таки полетим в тигре, который улыбается. И вот мы идем. Мах большой смолёт с тигром. Мах большой смолёт с тигром. Принесем. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok